Всем приветики! Плейлист у меня называется «Заметки невесты». Но мне кажется, его нужно переназвать и назвать «Заморочки невесты». Потому что второй месяц я уже готовлюсь к свадьбе. А у меня получилось чуть больше полутора месяцев с момента предложения до момента ЗАГСа. И я плохо сплю. Это я уже говорила. И я мало ем. То есть в какой-то момент я осознала, что я ем не потому, что я постоянно хочу есть, хотя раньше так оно и было. Мне только дай поесть, я с удовольствием. А сейчас я такая привередливая в еде стала, что-то ковыряюсь. Это я буду есть, это я не буду. Если я голодная, но я что-то не хочу есть, я это просто не буду есть, мне проще ходить голодной. Я думала, у меня такого никогда в жизни не случится. Но вуаля, предсвадебная нервотрёпка. Причём непонятно, почему я нервничаю. Видимо, это что-то у женщин в голове. Свадьба, надо нервничать. В общем, я нервничаю, не сплю, не ем. Ем просто потому, что понимаю, так, я сегодня не ела, надо что-то поесть, а то я это, без сил останусь, и мозги перестанут работать. Это будет вообще не круто. Вот, поэтому я, в общем, худею, услимиваюсь в объёмах. И дошло всё до того, что сегодня я померила платье на всякий случай и поняла, что оно мне велико. Я скинула видосик маме, говорю, мам, слушай, я что-то не пойму, его надо ушить или нет. Мама в шоке, звонит, говорит, да, его надо ушивать, но вообще ты обалдела, куда ты худеешь? Говорит, будешь как вешалка, начала меня троллить по этому поводу. Вот. И говорит, ты обалдела? Говорит, может, тебе надо было то платье, которое тебе было чуть-чуть узковато брать, а не на размер больше, чтобы полуприлегание было? Говорит, сейчас как раз было бы хорошо. Вот. В общем, а я взяла 48-го размера, а сейчас, думаю, надо, может, было 46-го брать. В общем, жесть. В общем, мама мне сегодня выдала, говорит, давай, приезжай, у нас есть высококалорийный пирог, тебе нужно набрать килограмм до свадьбы, чтобы платье обратно нормально село, говорит, а то уже всё, говорит, у тебя под ключицами уже на груди кости видны, и говорит, что это такое? Говорит, может, у тебя анорексия? Я говорю, нет, анорексии нет, анорексия немножко другой диагноз, кто не знает, анорексия – это когда ты в своей голове думаешь, что ты очень жирный, и просто на этом фоне ты не ешь, потому что кажется, что ты всегда слишком много ешь. Нет. У меня есть абсолютно точное понимание, что я ем мало, и я стараюсь себя запихивать еду, поэтому хожу в магазин и покупаю себе всякие вкусняшки, которые обычно у меня хорошо залетают, но даже среди них я начала выкаблучиваться, и такая, ой, это я не хочу, это мне невкусно, хотя раньше я такая, о, да, какая вкуснятина, давай залетайте, давайте, давайте ещё и побольше, и пусть это всё жирно на попе и на боках не прилипнет. Вот, а теперь я, значит, выпендрёжничаю. И вот, да, платье мне велико. В общем, короче, я его отвезла к маме, в субботу я поеду ей покрасить голову, и мы будем ещё раз мерить платье, если ничего в моих размерах не изменилось, а я пока сомневаюсь, что что-то изменится, потому что реально это нервы, и я худею из-за нервов, и есть не могу из-за нервов. И, соответственно, услимиваюсь. Вот, причём по весу вроде всё остаётся то же самое, но объёмы уходят. Вот, когда у меня была первая свадьба, я тоже за последнюю неделю, платье было свадебное, готово за неделю до дня X, и я за эту неделю похудела. То есть реально я надеваю платье, оно у меня прям вот сантиметра на три в объёме широко, а там, ну, как бы оно не пышное, ничего, корсета нету, и я думаю, господи, слава богу, там был этот самый затягивающийся, ну, не затягивающийся, а сверху декоративный пояс. Думаю, слава богу, потому что, если бы не было пояса, оно бы просто так вот болталось, как, как это сказать, как у маленьких девочек. Знаете, платье такое, оно от подмышек идёт, расклешается. Вот, примерно так бы это всё и выглядело. Вот, здесь, слава богу, что вот это я вспомнила, что такой нюанс может быть, и померила платье заранее, и если вдруг что, там вот за три дня мы его ушьём, и я надеюсь, что всё будет хорошо. Но сейчас я стараюсь, правда, чтобы объём вернулся чуть-чуть, потому что стрёмно. Нет, конечно, здорово, что я худею, я всегда мечтала о таком, чтобы жрать и не толстеть, но это не тот момент. И я никогда не думала, что мне станет велика какая-то одежда, и я не буду этому очень рада. Это так странно. Я вообще не думала никогда, что меня будет накрывать такая вот история, что когда я нервничаю, я не ем, потому что обычно, когда я нервничаю, мне всё время что-то нужно заточить. А тут мне я такая, не, когда ты ела? А я не помню, когда я ела. Так, сегодня, по-моему, я не ела. Пойду что-нибудь съем. В общем, девочки, я надеюсь, кто невесты смотрит это видео, тоже, да, обратите внимание, что свадьбе на платье за неделю до свадьбы надо обязательно ещё раз померить, чтобы было времени, если что, отнести к портному и немножечко его услимить и ушить, если вдруг что-то в ваших размерах поменялось. Вот, поэтому я поняла, почему многие, ну, даже, можно сказать, большинство платьев, они с корсетами, потому что, если что, ты можешь его затянуть потуже, и норм. Если там, наоборот, невеста поправилась перед свадьбой, можно его чуть-чуть расшнуровать, и тоже будет хорошо. Вот. Так что, а у меня, вы видите, платье, которое без корсета, которое называется для, как это, для росписи. Вот. И там оно, оно просто, как сказать, коктейльное такое платье по типу карандаш, только с таким элегантным вырезом, необычным. Вот. Всё. Заканчиваю своё видео. Очень буду надеяться, что всё у меня пройдёт хорошо. И кто-то из девчонок, посмотрев моё видео, сделает себе заметочки при приготовлении к свадьбе и исключат проблемы с размером платья. Всё. Хорошего вечерочка. Пока-пока.